Капусту мою, измельчаю в комбайне, используя насадку крупная терка. Можно нашинковать вручную. Всыпаю в большую емкость. Добавляю соль, чеснок, черный перец, яйцо и говяжий фарш. У меня фарш готовый. Все хорошо перемешиваю до однородной консистенции и равномерного распределения всех ингредиентов. Попутно убираю крупные кусочки капусты. В ленивых клубсах крупные кусочки не нужны. На холодную сковороду наливаю подсолнечное масло. Формирую из фарша шарики, максимально ровные. Всего у меня получилось 12 ленивых голубцов. В среднем по 100 граммов в готовом виде. До середины сковороды заливаю водой, накрываю крышкой и отправляю на максимальный огонь. После закипания тушу жареным минимальным огнем 10-12 минут. На тарелку для подачи выкладываю 3 ленивых голубца. Лишнюю жидкость убираю бумажным полотенцем или салфеткой. Укроп промываю, просушиваю бумажным полотенцем и выкладываю веточки укропа в виде елочки. Но пока выкладываю немного укропа. Отварной рис. Думаю, рис умеют варить все. Чайной ложкой выкладываю как будто сугробы, заходя немного на елочку укроп. Теперь выкладываю оставшийся укроп для придания елочке объема и захожу на рис сугроб. Из сладкого красного перца вырезаю звезду и выдружаю ее на макушку елки. Легким движением руки ленивые голубцы превращаются в елочные украшения, новогодние шары. Для каждого голубца мне потребовалось пол маслины и перо зеленого лука. Лук сгибаю пополам и вставляю в отверстие маслины. Если его немного протянуть, то лук даже крепко держится в маслине. Эту всю конструкцию просто аккуратно ставлю поверх елочных шаров. В кондитерский мешок наливаю немного майонеза. Срезаю совсем маленький уголок и ставлю на импровизированную елку майонезом снежинки. Получается очень вкусное, сытное, ароматное, аппетитное и красивое привычное блюдо с привычным гарниром. Ленивые голубцы с рисом, для приготовления которого не нужен глаз дракона и не надо изобретать велосипед. А выглядит так празднично и нарядно, по-новогоднему. Мне очень нравится. А вам? Жаль, что камера может передавать только картинку, но не может передавать аромат. Аромат просто божественный. Особенно понравится тем, кто любит капусту. Хотя едят с удовольствием даже те, кто не любит капусту. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!